Еще до выхода фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» все мы знали, что в разных городах есть улицы с одинаковыми названиями. Например, улица Ленина точно есть везде. Но в случае с городом «Видное» судьба оказалась куда ироничнее. Иногда достаточно внимательно изучить адрес, но порой и внимательность не помогает. У нас есть улицы с абсолютно одинаковыми названиями. Центральная улица как раз такой случай. Одна из них находится в Расторгуеве, в другую, в районе Центральной, переходит улица Школьная. Хлопот, такая неразбериха, жителям доставляет изрядно. Заказываешь какой-нибудь товар, доставку, называешь улица Центральная, город «Видное». Иногда привозят в Расторгуевскую часть. А ну это не местные путают, кто не знает. А местные не знают. В основном местные знают. Кто здесь старожилы, кто знает. Наверное, курьерским службам стоит уделить особое внимание изучению карты «Видного». Видимо, у тех, кто дает название улицам, небольшая напряженка с фантазией. Как еще объяснить, что слово «пионерский» входит название аж трех улиц. Это добавляет неразберихи и причиняет неудобства местным жителям. Итак, в «Видном» есть два пионерских переулка. Люди в них живут добропорядочные и честные, а потому им часто приходится выполнять обязанности почтальонов. Когда письма приходят в пионерский переулок у 30-го магазина, там, где школьная улица, я их туда везу. А оттуда приносят письма, бросают ко мне в ящик из четвертой квартиры. Несмотря на то, что в районе Расторгуева карты показывают пионерский проезд, а не переулок, отметки в паспортах жителей говорят совершенно другое. Хватает проблем и у новостроек. На Белокаменном шоссе возвели жилой комплекс «Видный». И тут же начались проблемы у жителей дома номер один. Дело в том, что почтовый адрес Белокаменное шоссе «Дом 1» расположен в трех километрах отсюда. И там находится не жилой дом, а предприятие. В отличие от многих других жителей Видного, в паспорте у местных обитателей есть дополнительное пояснение. Дом надо искать в ЖК «Видный». Но многие навигаторы о его существовании пока не знают. Приходится объяснять, что нужно ехать дальше, что нужно ехать до ГАИ. Придумываешь какие-то соседние адреса. Должны быть дополнительные буквы, дополнительные цифры к этому адресу. И, конечно, они должны быть нанесены на все карты, на все навигаторы. Если вы чуть подольше ждете доставку пиццы, то ничего страшного. А если речь идет о приезде по вызову экстренных служб, дело может обернуться серьезными неприятностями. Какой же выход есть в создавшейся ситуации? Если вы ждете посылку, письмо или дорогого гостя, лучше всего указать дополнительные способы связи, электронную почту, а лучше всего телефон. Максим Козлов, Евгений Петров, Владимир Бижонов и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.